Радио России Псков Продолжаем вам послушать сказку «Два мороза». Читает искусствовед, литератор Игорь Лагунин. Коль людей морозит, не по чистому нам полю гулять. Поле все снегом занесло, все проезжие дороги замело, никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору. Там хоть и меньше простора, да зато забавы будет больше. Все нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге. Сказано, сделано. Побежали два мороза, два родных брата в чистый бор. Бегут, дорога тешится, с ноги на ногу попрыгивают. По елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит. Молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому ли снегу пробегут. Кора ледяная. Блинки ли спод снегу выглянет. Дунут, словно бисером ее всю унижут. Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик. С колокольчиком барин едет, с бубенчиком мужичок. Стали морозы судить-дорядить. Кому за кем бежать? Кому кого морозить? Мороз синий нос, как был моложе, говорит. Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорее дай ему. Полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек. Ничего. Он же не как дрова рубить едет. А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, собаки волчи, где уж мне с ним? Не совладаю. Мороз багровый нос только подсмеивается. Молод, говорит, ты еще, братец. Ну да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай пока, мист. Прощай, братец. Свистнули, щелкнули, побежали. Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле, спрашивают друг друга. Что? Тот-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, говорит младший. А толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять? Старший посмеивается себе. Эх, говорит, братец, мороз с теней нос. Молод-то и прост. Я его так уважил, что он час будет греться, не отогреется. А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то? Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги. Да как зачал знобить, он то ежится, он то жмется, да кутается, думает, дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, а вось меня тут мороз не одолеет. А не тут-то было. Мне-то это и с руки. Как принялся за него, чуть живого в городе из повозки выпустил. Ну, а ты что со своим мужичком сделал? Эх, братец, мороз, багровый нос. Плохой ты со мной шутку сшутил, что вовремя не образумил. Думал, заморожу мужику, а вышло, он же обломал мне бока. Да как так? А вот так. Ехал он, сам-то видел, дрова рубить. Дорогой начал, был я его пронимать. Только он все не робеет, еще ругается. Такой, говорит, сякой этот мороз. Совсем даже обидно стало. Принялся я его еще пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю, тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его дизвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Плохо. Не усидеть мне под полушубком. Под конец эндопар от него повалил. Я прочь поскорее думаю, как быть? А мужик все работает да работает. Ему бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу, скидает с себя полушубок. Обрадовался я. Погоди же, говорю, вот я тебе покажу себя. Полушубок весь мокреханек. Я в него забрался везде, заморозил так, что он стал лубок-лубком. Надевай-ка теперь, попробуй. Как покончил мужик свое дело, да подошел к полушубку, у меня и сердце взыграло. То-то потешусь. Посмотрел мужик и принялся меня ругать. Все слова перебрал, что нет их хуже. Ругайся, думаю я себя, ругайся, а меня все не выживешь. Так он бронью не удовольствовался. Выбрал полено подлиннее, да посучковатое. Да как примется по полушубку бить? По полушубку бьет, а меня все ругает. Да мне бежать поскорее, да уж больно. Я в шерсти-то завяз, выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит. На силу я ушел. Думал, костей не соберу. До сих пор бака ноет. Закаялся я мужиков морозить. Сказку «Два мороза» читал Игорь Лагунин. Продолжение следует... Продолжение следует...